Незаметно пролетела еще одна августовская неделя. Она порадовала благовещенцев не только теплой погодой, но и массой самых разных событий. О наиболее заметных из них расскажем в ближайшие полчаса. Вы смотрите программу «Город. События. Люди» в студии Елизавета Соболева. Здравствуйте! В начале недели в Благовещенске работал глава Федерального фонда содействия реформированию ЖКХ. В столице Преамуре он инспектировал реализацию программы по переселению граждан из ветхого и аварийного жилья. Поэтому первым делом посетил стройку в 800-м квартале. Именно в этом районе новое жилье получат почти 400 благовещенских семей. До конца октября здесь планируют сдать 10 трехэтажных домов. Как продвигается строительство и какие впечатления остались у федерального чиновника, расскажем в следующем сюжете. Мы вот уже начали делать остановку, сделаем тротуары и начинаем продолжать в том числе и дороги. Понемногу в 800-м квартале происходят глобальные изменения. Сначала здесь появятся дороги, позже детский сад, школа, спортивные и игровые площадки. Но еще раньше район заселят переселенцы из ветхого и аварийного жилья. 10 трехэтажек общей площадью почти 18 тысяч квадратных метров должны сдать до 30 октября. Строители, впрочем, обещают управиться раньше. Кое-где уже приступили к внутренней отделке и внешнему благоустройству. Темпы работ руководитель фонда оценил в первую очередь. Надо понять, ведь это же не панельные домостроения, это кирпичная кладка, это определенные технологии. Зимой строить нельзя и так далее. Ну, класть нельзя. Поэтому, конечно, масштабы впечатляют, если честно говорить. Но самое главное, я обращу тоже внимание ваше на качество строительства. Вот пока вот то, что вот даже вот сейчас беглым взглядом видно, ну, особых таких недоделок нет. Всего по программе переселения граждан из аварийного жилищного фонда в 2014 году в новые квартиры заселится 1138 человек. Просчетом администрации, чтобы к 2017 году обеспечить жильем всех нуждающихся, необходимо в год сдавать по 20 тысяч квадратных метров. И это возможно, ведь Благовещенскому градоначальнику удалось добиться разрешения строить в рамках этой программы дома высотой более трех этажей. Мы в городе Благовещенске сейчас все строительные площадки, которые планируем под переселение программ 14-15 годов, 15-16, 16-18, это будет многоэтажка. Один из домов мы планируем поставить на соседней строительной площадке, 12-ти этажку, порядка 8,5 тысяч квадратных метров мы приобретем там. Еще две такие 12-ти этажки возведут в Тепличном. Со строителями уже договариваются. Там же в будущем появится школа и детский сад. Какой номер? 15. Зайдем, ничего. Посмотрев на строящиеся дома, Константин Цицын решил проверить, как живут люди в квартирах уже готовых. Первые переселенцы из Ветхого и Аварийного переехали в 800-й квартал три года назад и ни на что не жалуются. Пользуясь случаем, Александр Козлов рассказал им о планах благоустройства квартала, а Олег Кожемяка пообещал завести во дворы саженцы деревьев. А в другом, также активно застраиваемом районе города, Черемушках, в пятницу открылся новый детский сад. Новое дошкольное учреждение за номером 55 возвели с нуля. С нового учебного года в него пойдут 170 ребят, чему больше всего обрадовались малыши, придя в новый садик. И сколько еще детсадов появится в Благовещенске в ближайшее время, знает Анна Шадрина. Гостеприимно открыл свои двери для дошколят сад номер 55, что в Черемушках. Сюда с нового учебного года пойдут 170 малышей, в том числе и с ближайших домов. Район активно застраивается, а дошкольных учреждений тут до сих пор не было. Сегодня ребята вместе с родителями пришли на долгожданный праздник. И пока взрослые готовились начать торжества, опробовали все, что есть на площадках. А есть тут многое. Дальше как положено. Построение перед входом вручения огромного символического ключа, слова поздравления и разрезания. Ну что, пойдем? А внутри настоящая сказка. Например, большой тренажерный зал специально для тех, у кого энергии хоть отбавляй. Еще одно отличие садика от всех ранее построенных – компьютерный класс. Развивающие занятия тут будут проводить со всеми, кому 4 года и больше. Ударопрочные детские гаджеты уже заряжаются и ждут своих юных пользователей. В безопасной пленке, то есть нам когда устанавливали, они его вот так вот бросали и вот так бросали. То есть на ребро падает, вот так падает, оно тоже не ударяется. Ну потому что это дети. Если так падает, не ударяется, то есть оно не разбивается. Он прям кидал, ну я не рискую. То есть каждому ребенку по айпаду здесь сидит воспитатель и контролирует. В саду номер 55 есть группа для детей ясельного возраста, что очень важно сегодня, ведь очередь из ребят младше трех лет в городе пока еще имеется. Дамир, которому год и четыре в новый садик влюбился с первого взгляда, как и его мама. Детский сад нам очень нравится. Когда он еще строился, мы приходили, рассматривали, что здесь есть, пытались в окна заглянуть. Все нравилось. Сейчас появилась возможность зайти изнутри все посмотреть. Нравится нам этот садик. Все в нем красиво, все хорошо. Нравится, как здесь оборудовано. Этот детсад стал вторым построенным в городе с нуля за последние 15 лет. Деньги в него вложены из городского, областного и федерального бюджетов. А буквально на днях в Благовещенске откроется еще один подобный садик на 170 мест в микрорайоне Солнечном. Об этом рассказал городоначальник. Учреждению осталось пройти процедуру приемки. Но и на этом дело не закончится. И наша задача еще в микрорайоне на улице Воронково. Корпус мы приняли один от Амбу. Там уже начатые проектные работы, то есть начали уже рабочие заходить. То есть там тоже садик на 170 мест. И в этом году мы заложим камень на садик еще один 340 мест, который будет строиться в 15-м году. На этой неделе дорожный ремонт почти одновременно завершился на двух городских магистралях – Театральной и Мухина. Начались работы здесь почти в одно время – 29 июля и 1 августа. Закончились с опережением графика. Укладывать асфальтное театральное между строителей и мостом через реку Чигиринку закончили еще 9 августа. Хотя контрактной датой окончания работ значилась 31 августа. Участок сдали досрочно. В ночь с 10 на 11 на дорогу нанесли разметку. Еще одним участком, на котором работы завершились раньше срока почти на месяц, стала улица Мухина между Игнатьевским шоссе до линии железнодорожного переезда. Здесь обновили 450 метров проезжей части. Впрочем, участок Мухина перед самым пересечением с Игнатьевским шоссе дорожники оставили в первоначальном состоянии. Ничего там не переделывали. А все потому, что в следующем году этот перекресток ждет большая реконструкция. Коммунальщики настоятельно рекомендуют жителям отдаленных районов города кипятить воду из-под крана. Хотя бы ту, что они планируют употреблять в пищу. Выяснилось, что до сих пор дают о себе знать отголоски прошлогоднего наводнения. Из-за подъема воды в скважины водозабора Северный попал песок. А после прошедших недавно профилактических работ вода изменила цвет и стала мутной. Внимательные просят быть горожан, проживающих в районах Маховой Паде, Астрахановки, Агромаша, Спичфабрики, Судоверфи, в районе улиц Зеленая Строителей, частично микрорайонах, а также от улиц Первомайской до Политехнической. Несмотря на то, что микробиологические показатели соответствуют гигиеническим нормативам, в целях дополнительной безопасности воду для питьевых нужд из водопроводной сети необходимо использовать только после отстаивания и кипячения. О том, чем еще запомнилась уходящая неделя, расскажут новости короткой строкой. Коротко о важном, интересно о главном. В этот раз расскажет Кристина Добровольская. В понедельник исполнилось 205 лет со дня рождения первого губернатора Восточной Сибири, графа Муравьева-Амурского. В честь юбилея в ОКЦ состоялась торжественная встреча с его потомком Василием Муравьевым-Амурским. Юные патриоты при Амуре сыграли в Зорницу со своими китайскими сверстниками. В первый день рабочей недели наши подростки отправились в Китай для участия в международной профильной смене. Во вторник коммунальщики отключили котельную домов офицерского состава, что в Маховой паде горячей воды в этом районе поселка не будет до 25 августа. Праздник для ребят с ограниченными возможностями здоровья устроили в этот же день в Благовещенске. Этой традицией, которую заложил общественно-культурный центр уже 4 года. Отправить гуманитарную помощь беженцам с юго-востока Украины теперь можно бесплатно. Почта России в среду объявила о том, что не будет взимать деньги за доставку посылок пострадавшим. Регистрация кандидатов на пост мэра Благовещенска и депутатов Гордумы завершилась в четверг. На место градоначальника претендует 9 человек, на депутатское место 115. Благовещенский соседний с ним район Айгунь готовится отметить 20-летие своих побратинских отношений. В преддверии большой даты в четверг в столицу Преамурья с дружественным визитом прибыла делегация из КНР. Долгожданное открытие детского сада в районе Черемушки состоялось в пятницу. Новое дошкольное учреждение возвели с нуля и уложились в поставленные сроки до 1 сентября. Исторический путь первых амурских поселенцев повторили участники шлюпочного похода. 20 казаков и школьников из разных городов области сплавлялись по Амуру 10 дней, а финишировали в Благовещенске в последний день рабочей недели. 40 лет на этой неделе исполнилось самому крупному и самому известному спортивному сооружению области – стадиону Амур. Его построили в 1974-м, и за прошедшие годы его поле повидало многое. Сегодня Амур – это, пожалуй, самая многофункциональная спортивная площадка Преамурья. О богатой истории, современном состоянии и будущем стадиона с патриотичным названием. Репортаж Анны Шадриной. Стадион Амур – крупнейшее в области спортивное сооружение, впервые открыл свои двери для гостей 12 августа 1974 года, 40 лет назад. Объект строители сдали в аккурат к празднику. Всесоюзному дню физкультурника. Главным событием того дня стал футбольный матч. Благовещенский Амур принимал на своем новом домашнем поле прокопьевского шахтера. Но радость от открытия стадиона омрачилась горечью поражения. На табло в конце игры зафиксировался счет 0-1. Не в нашу пользу. Правда, и табло тогда было другим, не светодиодным. И сам стадион выглядел по-иному. Например, зрители могли сидеть только с восточной или западной стороны. Южную и северную трибуну достроили лишь в начале 80-х. А аншлаги в советское время Амур собирал не только по случаю соревнований. Здесь проходили даже концерты, звезд эстрады и прочие массовые культурные мероприятия. В 90-е годы в жизни стадиона наступило затишье. Но с приходом века 21-го тут началась новая волна реконструкций. Первым делом установили новые сидения – синие и желтые. Так Амур приобрел свои фирменные цвета. 16 700 сидений. Мы сейчас можем принимать соревнования на высоком уровне уже. Не то, что дворовые команды, а на уровне первой лиги. В 2007 году поселили новое покрытие, искусственное покрытие. Сделали эти дорожки беговые все новые. Не было, не было, не было. Это впервые было сделано у нас. Дальше весь территорию стадиона огородили забором, красивым забором. Кто это говорит, вовсе не директор стадиона, а директор спорткомплекса. Амур уже давно дорос до нового статуса. Вокруг него сегодня работают всевозможные спортплощадки. Для городков, пляжного волейбола, стритбаскета, катания на скейтах. А под трибунами располагаются несколько спортивных залов, легкоатлетический манеж, боксы для техники, гостиница для приезжих спортсменов и, конечно, административные помещения. Из последних приобретений – стойка для прыжков в шестом. Еще нигде в области эта дисциплина легкой атлетики не развивается, но на Амуре ею скоро начнут заниматься. Не пустуют площадка и зимой. В 2013-м стадион подогнали под стандарты международных соревнований по мотогонкам на льду, которые и состоялись на Амуре в минувшем сезоне. А еще в холодное время здесь играют в хоккей с мячом, проводят веселые ледовые балы и просто катаются на коньках. В планах руководства – реконструировать и расширять спорткомплекс дальше. Уже готов проект пристройки с восточной стороны. Она позволит легкоатлетам тренироваться в полную силу. Нынешнее помещение явно тесновато для них. А помимо того, внутри стадиона появится дополнительно несколько полноценных спортзалов с местами для зрителей. В общем, уступать свое звание самого крупного и современного спортивного сооружения области Амур даже в солидном возрасте никому не собирается. Благовещенск – богатные и интересные места. Узнавать о них все равно, что знакомиться с любимым городом заново. Раскрывать секреты его уголков мы будем в нашей рубрике «Благовещенск в деталях». В первом выпуске расскажем о непростой истории памятника графу Муравьеву Амурскому, что на набережной. Трехметровая фигура графа украшает наш город уже больше 20 лет. И за это время стала неотъемлемой частью набережная Амура. А ведь если бы не находчивость ее автора, этого символа города могло бы и не быть. Вот так раньше выглядел знаменитый муравейник. Клумба без скульптуры смотрится достаточно сиротливо. Все изменилось в 1993-м. Именно тогда, к 135-летию Благовещенска, бронзовый граф возвысился на постаменте. О том, чтобы увековечить память основателя города, разговоры начались еще в 70-х годах. Но дальше, а надо бы, дело не шло. Только спустя 10 лет за дело взялся заслуженный художник Николай Леонтьевич Корнабеда. Выиграл конкурс на авторство, долго и кропотливо работал с фотографиями. Затем изготовил гипсовый макет памятника. И тут дело застопорилось. За отливку заводы из Центральной России запросили шокирующую сумму – 11 миллионов рублей. Два года он стоял у меня в гипсе в мастерской. Я запсиховал. Думаю, 20 лет перестройка будет идти, я ничего толкового не поставлю. Ну и потом пошел и говорю, найдите мне деньги на отливку. Не надо мне ничего, я по своей собственной технологии отолью. Сказано, сделано. Администрация организовала сбор средств, а Николай Леонтьевич на Белогорском военном ремонтном заводе отлил графа по частям. Всего получилось 5 фрагментов. Позже их сварили. Сейчас об этом напоминает лишь темные полосы поперек бронзовой фигуры. На отливку потратили 460 тысяч рублей, а вот постамент оказался в три раза дороже. И именно он не выдержал испытания временем. В 2011 году его заменили на мраморный монолит. Для этого граф на 14 дней покинул свое почетное место, сменив его на двор дома полномочного представителя президента. Вскоре к памятнику снова предстоит приезд. Но на этот раз сюда он не вернется. После реконструкции набережной графа планирует передвинуть поближе к реке, и клумба вновь осиротеет. Уже за следующей недели вполне можно ожидать жары не только на улицах, но и на политической арене города. С понедельника кандидатам в депутаты и претендентам на пост мэра Благовещенска разрешена агитация в СМИ. Впрочем, об этом мы поговорим уже на будущих выходных, когда подведем краткий итог и расскажем о наиболее заметных событиях минувшей недели. На сегодня же я с вами прощаюсь, но не переключайтесь. Далее в эфире Вестник Городской Думы. Жители Благовещенска, просыпайтесь! В филиале ОКЦ «Открыт спортклуб Энерджи». Новейшее оборудование, кардио- и тренажерные залы, профессиональный тренер-инструктор. Мы поможем вам сохранить здоровье, приобрести идеальную фигуру, получить заряд бодрости и прекрасное настроение. Ждем вас на Чайковского 191, телефон 510-200. Оперативно решаем проблемы города. Звоните. 999-112. Горячая линия администрации города Благовещенска. Пишите. Благовещенск.рф. Круглосуточно. Благовещенск. Один для всех. Очаровательная женщина. С морем обаяния и оптимизма. Людмила Сенчина в Благовещенске. 15 сентября. На сцене ОКЦ. Справки и заказ билетов по телефону 376-419. Новый подход к информации. Качественный. Теперь новости можно не только читать, но и комментировать. Главные новости Благовещенска на сайте www.tvgorod.ru Добавь нашу страничку в избранное. Телекомпания. Здравствуйте. Я хотел бы задать вопрос. Когда можно увидеть телесправочник? Телесправочник вы можете увидеть каждый четверг в новостном выпуске в 2020. В нем мы постараемся ответить на любой интересующий вас вопрос. Задать его вы можете по телефону 524202. Удивительно талантливая эстрадная певица, чей репертуар широко разнообразен. Включает в себя песни самых разных стилей. София Ротару. Только 23 и 24 октября. На сцене Общественно-культурного центра. Справки и заказ билетов по телефону 376-419. 12 октября. ОКЦ. Легендарная группа «Наутилус Пампилиус». С новой программой «30 лет под водой». Справки и заказ билетов по телефону 37-02-26. Здравствуйте. В эфире «Вестник городской думы». Я его ведущая Татьяна Жулинева. Накануне в районе Черемушки открылся самый современный детский сад. Его в Благовещенске построили с нуля и уложились в назначенный срок – 1 сентября. Подробности далее. С нового учебного года в этот садик пойдут 170 малышей, в том числе и с близлежащих домов. Район активно застраивается, а дошкольных учреждений тут до сих пор не было. За последние 15 лет это второй детсад, построенный в Благовещенске с нуля. Садик построен на условиях софинансирования. И такая возможность появилась совсем недавно, несколько лет назад у города. Почему раньше садики не строились? Городские бюджеты не могли на себе нести такую нагрузку. Сейчас в связи с тем, что есть областные программы и участие в федеральных программах помогает области строить в муниципалитетах вот такие замечательные детские сады. Внутри садика имеется детский тренажерный зал, площадка для занятий по безопасности дорожного движения. В компьютерном классе своих юных пользователей ждут ударопрочные детские гаджеты. На них ребята 4 лет и старше смогут играть в развивающие игры. В саду номер 55 есть группы и для ясельного возраста. Дамир, которому год и четыре в новый садик влюбился с первого взгляда, как и его мама. Детский сад нам очень нравится. Когда он еще строился, мы приходили, рассматривали, что здесь есть, пытались в окна заглянуть. Все нравилось. Сейчас появилась возможность зайти изнутри все посмотреть. Нравится нам этот садик. Все в нем красиво, все хорошо. Нравится, как здесь оборудовано. Если еще и персонал будет замечательный, как в садике более главный персонал, то вообще будет очень хорошо. Буквально на днях в городе откроется еще один подобный садик на 170 мест в микрорайоне Солнечном. Ему осталось пройти процедуру приемки. А до конца текущего года к открытию подготовят и детсад на Воронково в бывшем корпусе Амгу. Работы там уже начались. В 2015-м же запланировано строительство дошкольного учреждения на 340 мест. И к другим темам международным. Благовещенский, соседний с ним район Айгунь, готовится отметить 20-летие своих побратимских отношений. В преддверии большой даты в столицу Преамурия с дружеским визитом прибыла делегация из КНР. Начался визит с протокольной встречи с депутатами Гордумы и главой муниципалитета. А китайскую делегацию по традиции возглавил председатель собрания народных депутатов района Айгунь. Эта встреча проходит накануне 20-летия наших побратимских отношений. И мы уверены, что и дальше взаимодействие с благовещенскими депутатами будет таким же плодотворным, как сейчас. Ведь наше сотрудничество прошло уже через несколько смен депутатского корпуса, как с вашей, так и с нашей стороны. И всё это время оно только укреплялось. После протокольной встречи гостям показали работу двух благовещенских телекомпаний, а также провели экскурсию в городской дом народного творчества. Там для них состоялась презентация проекта «Балкон у губернатора». А вот завтра делегата впервые познакомят с работой судебной системы Благовещенска. Сейчас в составе китайской делегации находится председатель народного суда, руководитель прокуратуры района Айгунь. И вопросы, которые будут обсуждаться в рабочих моментах на сегодняшний день, касаются именно правовых взаимоотношений между городом Хайхэ и городом Благовещенской. Вся прибрежная полоса Благовещенска будет защищена от паводка инженерными сооружениями, включая место слияния двух рек. Сегодня уже разрабатывается проект берегоукрепления в районе впадения Зея и Вамур. Об этом шла речь на заседании Комитета по экономике. Причем в этом Благовещенск получил поддержку федеральных властей. Ведь после прошлогоднего наводнения изменились границы зоны подтопления. В них теперь входит большая часть города. Берег Амура уже укреплен почти на всем протяжении. На Зее работы начались. А вот судьба территории, где располагаются речной порт, нефтебазы и очистные сооружения, до сих пор оставалась неопределенной. Сейчас ведутся необходимые согласования с собственниками земельных участков. Кроме того, укреплять берега власти планируют и в других потенциально опасных зонах, далеких от центра города. Обсуждается включение в берегоукрепительное сооружение части Верхнеблаговещенска и части Белогоря. Такие документы городской администрации готовятся. Мы об этом тоже в прошлом году говорили. С сомнением получится или нет включить. Вот сегодня в администрации такая уверенность есть. И руководство города делает все возможное для того, чтобы это осуществилось. Обсудили депутаты и перспективу берегоукрепления в поселке Заречном, где у многих благовещенцев имеются садовые участки и дачи. По закону, теперь строительство там запрещено. Территория попадает в зону затопления. К этому вопросу в Думе решили вернуться после того, как будет проведен анализ. Интересы, сколько горожан будут ущемлены, если на левом берегу Зеи будет запрещено строительство. На четырех зданиях Благовещенска появятся памятные таблички с историческими названиями улиц. С таким предложением к депутатам Гордумы обратилась одна из местных общественных организаций. Народные избранники идею поддержали. Общественники решили напомнить горожанам и туристам, что Калинина ранее называлась Графской, Комсомольская и Никольская, а Первомайская и Фрунзы носили имена исторических деятелей – Невельского и Муравьева. Таблички уже изготовлены, причем все расходы взял на себя некоммерческий фонд. Были споры, что это переименование улиц, это финансовые издержки идут, изменение регистрации у жителей, собственности, права, очень процедура такая большая. И вот сегодняшнее предложение – установление памятных табличек на отдельных зданиях, в которых говорится, что эта улица была, историческое название такое, я считаю, что это решение правильно, но не половинчатое решение. В самое ближайшее время таблички появятся на обеих корпусах Первой гимназии – на Фрунзе и Калинина, а также на здании поликлиники водников и ограждении Кафедрального собора. А в их установке примет участие Василий Муравьев-Амурский, потомок знаменитого генерал-губернатора. Жители дома по Фрунзе 58 решили, наконец, перейти к новой управляющей компании. Пытаться сотрудничать с прежней организацией они устали. Коммунальных проблем скопилась масса, а деньги, предназначенные для их решения, уходили в неизвестном направлении, уверены собственники квартир. Собрание жильцов дома инициировал депутат Гордумы. Анна Шадрина расскажет подробности. А подвалы какие у нас? Это же ужас просто. Что творится? Я уже не говорю про боль, которая скоро по квартирам начнет шагать. Они уже шагают. Сырость и запах канализации в подвалах, покрытые мхом подъезды, дырявая крыша. В общем, суть всех претензий одна. В доме по Фрунзе 58 вот уже несколько лет. Все течет и ничего не меняется. Сейчас терпению жильцов пришел конец. Проблема была у нас только одна. Какую выбрать обслуживающую организацию? Собрание жильцов решилось-таки на смену управляйки. Процесс инициировал депутат Городской думы. Но выбор предоставил целиком и полностью собственникам. Главное, отметил Галихан Аспанов, чтобы компания шла на контакт. Ведь именно из-за инертности обслуживающей организации в плачевное состояние приходит не только сам дом, но и прилегающая к нему территория. А возможности привести ее в порядок, причем без денежных вложений со стороны жильцов, сегодня есть. Мне будет легче работать. Во-первых, это участвовать в грантах городских по благоустройству. Это по малым формам. Опять же, вот мы стоим здесь и видите, какой асфальт. Для того, чтобы участвовать в программе по асфальтированию, мы должны сделать проектно-светную документацию. Опять же, кто должен сделать? Не сами жильцы. Конечно же, это управляющая компания, которая должна объяснить, сделать где-то, найти подешевле и проконтролировать. Первый шаг к более комфортной жизни жильцы этой пятиэтажки сделали. Теперь, возможно, они еще попытаются взыскать с прежней управляющей компанией средства, которые так и не были вложены в обслуживание и ремонт дома. Но это уже следующий этап. Турнир по дворовому футболу для жителей всех возрастов прошел на днях по адресу улица Ленина, 285. Погонять мяч вышли и дети, и их родители. А также депутат округа со своей командой Регина Якунина с подробностями. Во дворе дома по улице Ленина, 285, страсти разгорелись. Совсем не детские. Хотя создавали их местные мальчишки, многим из которых нет еще и 10 лет. Например, восьмилетний голкипер Кирилл Кондратенко за игру не дал забить свои ворота ни одного мяча. И неудивительно, ведь чтобы попасть в сборную, вратарь прошел жесткий кастинг. Меня пробивали на воротах. Я играл, был вратарем всегда. И я мяч отбирал всегда. А кто тебя принимал? Меня принимал капитан по имени... ну я забыла его имя. В итоге команда 22-й школы все же проиграла команде Мурчани. Гол пропустил заменяющий Кирилла вратарь. Но ребята не расстроились. Дальше им было на что посмотреть. На поле вышли взрослые команды. Сборная «Койоты» так себе минут взрослые футболисты, проживающие в этом дворе, встретились с гостями. Шестерка игроков, названный в честь своего капитана Олега Мамеев. По итогам четырех матчей команда в составе с депутатом заняла почетное третье место. Но не расстроилась, ведь тут главное – участие. Причина достаточно простая – популяризация этого вида спорта в городе Благовещевске, популяризация вообще здорового образа жизни. Мы сами играем, традиционно у нас и в коллективе прямой организации, и с друзьями, и с депутатами выезжаем, играем зимой, и летом. Ну и периодически играем с ребятами из нашего округа. Смешанные турниры, в которых поучаствовать могут и дети, и их родители, в этом дворе уже стали доброй традицией, продолжать которую намерены и впредь. У меня два внука здесь вот сегодня играли против друг друга. Вот. Ну нравится им и мне нравится. И вообще спорт – это сила, жизнь, дружба. И на сегодня это все. Благодарю вас за внимание и до встречи в следующем выпуске. Новый подход к информации. Качественный. Теперь новости можно не только читать, но и комментировать. Главные новости Благовещенска на сайте www.tvgorod.ru Добавь нашу страничку в избранное. Жители Благовещенска, просыпайтесь! В филиале ОКЦ «Открыт спортклуб Энерджи» Новейшее оборудование – кардио- и тренажерные залы. Профессиональный тренер-инструктор. Мы поможем вам сохранить здоровье, приобрести идеальную фигуру, получить заряд бодрости и прекрасное настроение. Ждем вас на Чайковского, 191. Телефон 500-10-200. Оперативно решаем проблемы города. Звоните. 999-112. Горячая линия администрации города Благовещенска. Пишите. Благовещенск.рф. Круглосуточно. Благовещенск. Один для всех. Григорий Антипенко и Татьяна Арнтгольц в спектакле «Двое на качелях». 8 сентября в 19 часов Общественно-культурный центр. Алиса Гребенщикова, Сергей Марин, Дмитрий Миллер. В спектакле «Сосед на неделю» не больше. 12 сентября в 19 часов Общественно-культурный центр. Информационное агентство «Город». Телефон рекламной службы 773-447.